Приветствую всех на канале Орлонгейминг. Продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Valhalla. Всем приятного просмотра. Нам тут же шли письма. Давайте почитаем. Хайсум. Мне пора к Хайсуму. Давайте направимся сейчас. Но тут еще есть письмо от Бирсона. Классный лук. Возможно потом даже оденем. Классный лук. Классный лук. Классный лук. И последнее письмо. Так, значит, надо обсудить с Хайсомом новые цели. Пойдем к Хайсому. Интересно, где цели он нам сейчас предложит. Нет, спасибо большое. Обязательно. Привет, ребятня. Спасибо. Спасибо. Что говорил с Сигурдом? Верно. Вот и Сигурд. Можешь с ним поговорить? Нет, а жаль. Посмотрим на карту союзов. Странно. 250. 250. 250. 250. Что ждет нас в Йорвикшире? Хальфден Рагнерсон, покоритель Севера, просит о встрече. Хочет лично познакомиться с Эйвором, братом Волка. Ярл Хальфден. Я столько слышал о нем, что кажется, будто мы уже знакомы. Хальфден сейчас ведет войну с пиктами с северных холмов. Видимо, ему нужен твой совет или помощь. Если хочешь с ним встретиться, отправляйся в его лагерь. Я отметила это место. Давайте по временам. Я передумал. Посмотрим на карту союза. Странно, а где? Ладно, мы конечно можем сюда отправиться. Хайсон получил письмо из Винчестера. От человека, зовущего себя бедным воином Христовым. Тайный союзник. Как интересно. У нас новые цели? Да. Что думаешь? Это западня? Винчестер – западно-саксонская крепость. И тебе там будут не рады. Но, думаю, бояться нечего. И все же, будь осторожен. Я отправлюсь в Винчестер. В письме сказано, что в доме Бога меня будет ждать человек в белом. Мне нужно сказать ему, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Думаю, это из их священной книги. Интересно. Удачи. Спасибо большое. Направляемся в таком случае в Винчестер. Накину-ка я капюшон. Ну, нам здесь не рады. Стала себе жанра. Винчестер. 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 Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. этот из них вот и все весь правит король альфред а на улице полного лоза мужчина в белом должен быть в доме их бога сейчас постараемся найти приезд у нас конечно не самый лучший а и 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 дай мне драгоценность альфреда а не твоя я помочусь твой пруд богом клянусь ты за все ответишь ворот манчик мне нужна твоя помощь сюнин а с той стороны должно быть дома хрупкого бога они не поскупились не понял сколько дней ты не покидал церковь чего ты ждешь чтобы господь ответил мне указал мне истинный путь божий свет укажет его путь может если как-то подсветить стол этот болван прекратит лепетать господь подаст мне знак мне лишь бы увидеть его свет знак боже всевышний дай ему знак укажи ему путь да подальше от меня куда яви мне свой свет боже раз прав крылья сюнин да здесь входа нет он идет о том что он будет есть венец Дан, в Доме Божьем. Надеюсь, ты здесь в поисках искупления? Твой Бог подождет. Я пришел встретиться с тобой. Вот как значит? Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Ты знаешь, почему я говорю это. Верно. Но я не уверен, что ты в силах выполнить нужную задачу. Как Иисус сказал Фоме, я есть путь и истина, и жизнь. Перечисли по порядку дела Христа. Лишь тогда ты приблизишься к Богу. Как плясать под твою дудку, не зная танца? Все можно найти в книгах. Их было вдосталь в наших землях, пока Дана не сожгли церкви. Но часть все же уцелела. Или кто-нибудь благочестивый может сжалиться и дать тебе урок? Мне пока нечего сказать. Но я вернусь. Он купался в реке. Значит, омовение делает их ближе к их Богу. Он восстал из мертвых? Неплохо. Не всякий сумеет. Это точно. Их Бог дает им свет. Так же, как Бальдор. Яркий, как летнее солнце. Назови Деяния Христа по порядку. Дух снизошел на воды и в реке Иордан он очистился от греха. Крещение его. Просияло лицо его, как солнце, и одежды стали, как свет. Преображение его. Женщины пришли помазать его, но не нашли его тело среди мертвецов. Воскресение его. Ирек Иисус. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Отлично. Может, хватит загадок? Это предстоит решать не мне. Ведь тебя призвал сюда другой. Следуй за мной. Я отведу тебя к нему. Ну, пойдем, товарищ священник. Я разгадал твою загадку. А ты молчишь? С кем я встречусь? Тссс. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Но лишь в речах человек познает человека, а в безмолвии только глупеет. Тихо. Болтовня оскорбляет его. Дошли. Пусть Христос, от которого в страхе бежала нечисть, наделит меня своей силой. Помог ли тебе урок Божий? Все священники Винчестера говорят загадками. Ты рискуешь жизнью, король Альфред. Я пригласил тебя, чтобы поговорить на равных. Или Даны не чтут закона гостеприимства в Уэссексе. Ты отдал моего ярла той твари из Ордена Древних, воительнице Фулке. Фулке была врагом Уэссекса. Но, похоже, кто-то уже избавил от нее мои земли. Если не знаешь, это сделал я. Похвально. Уверен, ее смерть большой удар для Ордена Древних. Что тебе известно об Ордене? Лишь это, не более. В этом письме некий бедный воин Христов говорит о грядущем покушении на мою жизнь. Петля, перо и сакс. Трое, что жаждут твоей смерти. Уже двое. Епископ Элферт мертв. Я уверен, что сакс именно он. Кроткий слуга вашего бога. Как неловко. Но его смерть сплотила христиан Винчестера. Надеюсь, гибель его соучастников приведет к тому же. Ты не раз видел лоинов подобных мне. И не раз ты проигрывал или тебя обманывали. Почему ты веришь мне? У меня есть люди в Лундоне и Йорвике. Я неплохо осведомлен о ходе этой войны. Недавно в этих городах при странных обстоятельствах погибли несколько влиятельных мужчин и женщин. Когда я получил письмо от бедного воина Христова, стало ясно почему. Я не знаю, чего именно ты добиваешься. И прошу тебя лишь закончить свой труд, избавив мои земли от этих нечестивцев. Проще дать ордену убить тебя. Так мы быстрее захватим Англию. Смерть правителя не избавит земли от заразы. Обещай мне награду достойную песен. Вес короля серебром. Хорошо. Столько, сколько унесешь. Утром мой риф Гудвин не пришел на свой пост. Он надежен? Гудвин шел по зацепкам, найденным в этом письме, и бесследно исчез. Где его видели? В его доме у западных ворот. Начни поиски там. Эйвор, веди себя как подобает гостю. Мой город не поле боя. пока нет, король, но ненадолго. Да, мы с самого начала как мы себя видим. Все нормально. Давайте посмотрим, что дома у Гудвина. А ну давай за ним поджимаем. Телефон не убегает. Иди-ка сюда, поболтаем. Ничего тебе не скажу. Я предан не гончий. здесь мне точно не рад. Тихо, тихо, тихо. А ну подожди-ка. А герои у всех в городе. Да стойте швы. Я надеюсь, я не просто отгоняю за ним. Подождите. Стоять. И что здесь? Вет опер там. А жаль. Идите ищите. Я думаю, мы сюда еще не раз вернемся. ищите. Действительно я тут страже. Да все, успокойтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие-то записи бросили в огонь Гудвин заметал следы Или это дело рук стражи Даже не могу ничего сказать Думаю, в городе должна быть крепость Следы борьбы со стражей Думаю, Гудвина держит в крепости Винчестера Крепости Давай сходим узнаем Здесь полно стражников Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он еще дальше Это больше похоже на казармы Тихо Тихо, спокойно Проходим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где-то должен быть способ Затраться туда Не заходишь через намный код? Я так конечно могу и можно было крепкие стены и много стража здесь наверняка ценный узник что-то мне кажется что альфа искачет на собаках мда вот тут он сейчас замечательно ладно печально получается чё ты меня спарил сомневаюсь ну да конечно теперь надо искать ключ лечи сегодня а Пять скел осталось, ладно. Вот тут проход вниз. Тут ты прав, но он поручил мне разыскать тебя, Гудвин. Зачем? Скорее всего, чтобы мы могли найти еретиков из Ордена Древних и отправить их в глубины преисподней. Тогда с чего мы начнем? С моих записей. Если их еще не сожгли, искать стоит где-то неподалеку. Я отыщу твои записи. Иди, пока о твоем побеге не знают. Соберемся за стенами! Так, где не могут быть эти записи? Может, это же мыши? Судя по всему, да. Вот тебе записи. Записи Гудвина об Ордене Древних. Записи Гудвина об Ордене Древних. Продукси Гудвину об Ордене Древних. Оп. Оп. Здесь даже что-то есть. Пойдем кикулы. Что? понабираюсь сразу отдыхает спасибо тебе за помощь схватить любимого рива альфреда дерзкий ход так называемый орден надели кучка наглых бездарей бездарей которые проникли во все уголки ваших земель они опасны ты не представился верно эйвор из клана ворона бич мерси если имя тебе не знакомо но эйвор когда троих еретиков останется лишь пепел поднимем чаши как старые друзья единой в ненависти к мерсии от двоих альфред уверен что один мертв ваш епископ элферт был саксом дьявол поэтому распутному козлу скорбит полгорода вот это было прибито к двери острые слова пера соображение против обучения яд в невинной оболочки я разберусь в чем суть петля что ты о нем знаешь уверен это один из ривов лишь мы можем судить и назначать кару и он явно убежден в своей праведности тебя приказал схватить петля ему подвластно стража риф селвин ну конечно он прибрал к рукам закон в винчестере и казнит грешников на площади за малейшие проступки может это не он нет я уверен больше просто некому покончись с ним эйбар весь винчестер оплакивает епископа он был сильным человеком да обретет он покой подле бога вот можно еще одного приспешника в ордене вот брюки люди винчестера раскройте глаза и увидите как идеалы альфреда гибнут в грязи человеческих пороков Эти узники не чтят законы короля Считают себя высшей Эти грешники способны лишь потакать своим слабостям Хьюберт позволил Элю затуманить ему разум И оклеветал епископа Элферта, слугу Божьего Который недавно упокоился с миром Элферт был грешником Пусть горит в аду Хьюберт, твоя жена сварливая ведьма И могу спорить, каждый тут отведал её прогорклого мёда Когда это прекратится, Селвин? Ты судишь и казнишь весь Винчестер? Приговор вынесен, Хьюберт Да пощадит Господь твою чёрную душу Винчестере больше нет свободы Свобода ещё будет Ах, нет, я он сам преступник, не учи их! Ай-ей! В смысле? Ай-ей! 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 Ну чё? Ай-ей! 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 жалкий преступник кто посмеет казнить палача альфреда ты вершил правосудие не во имя альфреда ты палач в ордене древних твой взор все еще затуманил ты не видишь истины законы альфреда мечта рабов он допускает к своему столу попрошаек и слабые пожирают сильных кто вправе решать судьбу отребья если не сильные и достойные защищать свой народ надлежит рукой в железной перчатке ты караешь простой народ они тех кто это заслужил орден приговорил к мучениям каждого ибо все мы лишь бледная тень желанного совершенства совершенства древних ты сам лишь человек рик ветвь усыхающего древа нужно спросить у гудвина что он узнал о пере пойдем спросим сегодня на разведли местность зачем этот мальчушка так высоко залез ты зачем так высоко забрался не лезь я достану этот цветок она узнает как я люблю ее а ты смелый малец даже если меня расплющить от удара землю как сливу сейчас только отдышусь залезть сложно надо припоясать чрево чрево да хочешь я достану цветок будет жаль если такой храбрец гинет раньше срока ну если настаиваешь но я и сам мог бы его сорвать чтоб ты знал спасибо странно что эвр не зацепился что ты знал что это так легко и бы сделал все сам рискуя жизнью но великие люди знают цену геройству что ты сделаешь с этим сокровищем это ей все ради того чтобы она меня заметила это льфледа что нужно сказать мальчику спасибо за цветок он очень красивый теперь мы помолвлены когда вырасту стану великим королем а ты моей королевой что скажешь дочь как думаешь хороший жених он так рисковал чтобы признаться в любви я расскажу королю что ты просил руки нашей дочери когда ты чуть-чуть подрастешь что уж идем интересное мировое событие радость лучшее лекарство отчаяние иссушает тело магистр бата не читают вам писание магистр бата скучный как старый осел вот и топор которым я прихлопнул муху смотрю ты вылез из своей берлоги а ты перевернул мой город вверх дном я думал ваши боги подскажут тебе способ поизящней это не по ним если петля действительно мертв почему бы не отпраздновать это я сделал то о чем ты просил альфред если корона тебе в тягость можешь отдать ее мне прости мою резкость бог не обделил меня рвением и порой я неверно подбираю слова эйвар мы действуем во благо людей верно твоих и наших и так перо что нам известно школы уэссекса медленно приходят в упадок мудрецов у нас в достатке но они не делятся своими знаниями чем и пользуется перо ты смог узнать что-нибудь из тех посланий да смог перо призывает к борьбе детей в винчестере теперь мы знаем почему столько детей на улицах они на уроках думаю я могу с ними поговорить хорошо ищи меня в таверне и попытайся не запугать их до смерти саксонки стращают нами своих детей ничего не обещаю поэтому дети за нами берли но потом это не а это ты подойди я видела как ты его наказал он был очень плохой да убил мою маму и забрал ее амулет он тебе не попадался резное деревце чтобы я могла ее вспоминать печальная история держи надеюсь ты сможешь найти новый дом спасибо ну что мышка приведешь меня к перу не дергайся и верни яблоко яблоки крадешь значит ими одними сыт не будешь у тебя нет курицы нет лучше скажи ты знаешь что-нибудь о пире а пире смотрю ты храбрый ищи эльфвин и вигберта они все видят все не укажи путь сегодня тут не поможет с ожидением эй послушай воришка отцепить от меня я есть хочу боже да вы же сожжете весь город толстячок толстячок не поймаешь меня боже лучше бы я и дальше убирал навоз в малверне рэнгель а ты веришь в бессмертную душу то что мы отправимся к богу после смерти покажи мне что ли эльфвин да ты укрощаешь огонь не хуже сурта стена сама загорелась еще бы в такой-то жарище ну эй витбер балбес пошли дай сюда эльфвин мы видели что стащил сопляк на что ты пялишься может я дам вам пару монет и вы напьетесь в ближайшей таверне по рукам все лучше чем гоняться за беспризорниками вот так то вижу где то и там и беда но поймать меня не проще чем скользкого угря чего ты за мной ходишь я ищу перо и спрашиваю вас его маленьких слуг что мы служим перу ничего ты не знаешь вот оно как это были люди пера умно было дать им серебра напьются и о тебе не вспомнят выходит я спас тебе жизнь он сильный и храбрый глядишь поможет нам так вы не служите перу мы крадем чтобы выжить и не попасться в перу но ты знаешь где его искать точно где то в канализации ну дай ему то что взял может он нас спасет удачи тебе и постарайся уцелеть это наверное как раз та дверь где мы были в самом начале ох сейчас бы вспомнить где это было так нам нужно сегодня лети же сегодня или нет ли не оттуда как бы не попасть мышкам в лапки возможно тут несколько входов есть нынче ни куска не достал люблю красивые штучки но магистр бата говорит красть плохо все умерли и оставили меня одну я пойду замуж за короля альфреда и он заберет меня отсюда ничего себе еды всегда мало умирая с голоду не сомневаюсь не сомневаюсь Продолжение следует... 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 И я ненавидел его. Может, бог Альфреда испытывал тебя, и ты не справился? Бог Альфреда слаб. Но король хочет, чтобы мы служили ему. С рождения и до смерти. Мой орден хочет разорвать эти рабские оковы. Я волк в овечьей шкуре. Он хотел сам обратиться в божество. Это достойный путь. Даже волк всего лишь пир для воронов. Мой дар тебе дал. Истинно. Попробуй ее найти. С моей смертью орден не падет. Он лишь обратился в нечто поистине ужасающее. Эльферт не обманет дочь Локи дважды. Ты спас меня жизнь. Прихоть у судьбы забавная, Альфред. Мой король. Мы пройдем переулками в Волтминстер. Эйвор найдет нас там, когда все уляжется. Эльферт, любимый! Нет! Будь ты проклят! Мой брат служил Богу! Он презирал вашего Бога. В нем не было веры. Но зачем его убивать? Тебе неведома жалость? Вопросов у нас много, но ответов нет. Поможем друг другу? Скажи, отчего этот ключ? Так отчего этот ключ? Ты был ко мне добр. Во всем виноват проклятый орден. Мой брат умер из-за них. Так пусть горят в аду. Это ключ от руин под домом епископа. Ищи ответы там. Пойдем и найдем. Пойдем и найдем. Карам Ордена. Интересно, кто возгладает ее? Сторгами. Надеюсь, мы скоро об этом знали. Ну или во всяком случае, попробуем уснуть. Что видишь, Сюнин? Куда нас так просто не... Ну, в ситуации. Если сестра и Алферта не лжет, ответы я найду в руинах. Сейчас и узнаем. Я на месте. За дверью тайны Алферта. Уверсающая стена. Отошлю это Хайсему. Может, он что-то поймет. С той стороны. Где-то мы так уже проходили. Там нету или участка с той стороны? А жаль. Тут вроде тоже нигде не взрывчатся. Надо подумать, типа ее взять. А если мы делаем вот так? А, нельзя еще выше забраться, да? Вот жж. Ай-яй, отыгенда. Отойдем. Не хочу полностью сгореть. Не хочу полностью сгореть. Все, что они делали, было во вред Альфреду. Она солгала. Здесь нет записи Ордена. Отправлюсь к Альфреду за наградой. Странно. Может, она тоже приспешница Ордена? Так, ну, правильно идем? Правильно, вроде. Не-не-не, все хорошо. Как так делать? Молодец, Эйвер, запрыгнул все-таки. Все хорошо, мужики. Извините, но так надо. Ход с другой стороны, да? Как всегда. Нет, Эйвер, так мы не пойдем. Подойди, Эйвер. Странно все как-то. Мне и тут все слышно. Нечестивцы хотели убить меня. Но никто из них не преуспел. Альфред, ты позабыл о законах гостеприимства? Я сделал все, что ты просил. Это верно. Но не каждый враг врага становится другом. Ты же человек слова и воин божий. Конечно. Я живу по его заповедям. Гудвин. Лишь это серебро ты возьмешь с собой в Дракар. В память о жертве Христовой и нашей щедрости. Я предлагаю тебе выбор. Жить среди нас во Христе. Или умереть язычником на поле боя. Не отказывайся от вечной жизни. А если я не согласен? Эйвер, это дар надежды. Возможность жить дальше после смерти тела. Отказываться глупо. Рухнет вскоре твой трон, западных саксов король. Хлопают ворона в крылья, несут поражение боль. Ты ошибался, Гудвин. Его уже не спасти. Вот мразь. Он предлагал надежду. Она мне не нужна. Будь ты проклят, Альфред. Не сдаемся. Нужно спрятаться с этим. К нам, к сожалению, не придет на помощь. Далеко драка рожали. Вы уже ее потеряли. Вернусь к хайсу, Мойрандви. Расскажу им о том, что здесь произошло. Самое время. Давайте, наверное, сначала с Хайсимом поговорим, а потом направимся к храму. Я уничтожил орден Винчестери, но пришлось иметь дело с Альфредом. Бедный воин Христов привел тебя к королю? Странно. Будто он или она над тобой смеется. Ну, а теперь Крандви. Сигурд входит, гуляет просто. Но с нами даже поговорить не хочет. Эйвор. Он дал им отпор. Альфред, нынче уже и не знаешь точно, где враг, а где друг.